Так, вы думали, что я успокоился? Я не успокоился, я продолжаю лудоманить. Теперь на камбэк ПВ 1.3.6. Да, в последнее время, так как началось возрождение инсанити, я уже здесь пропал. Я бы заходил еще, по возможности, здесь на несколько ГВГшек. Но в остальном мой геймплей, конечно, закончился. Я хотел бы рассказать вам, что я здесь заточил. Это плюс 7, плюс 8, даже пары... О, восьмой камень рубиновый, это неплохо. Восьмой, восьмой, семь круг вообще сделал. Мирозданка, Мирозданки на 1.3.6 просто во. Просто пушечка. И никак по-другому. Соответственно, мы лудим, лудим седьмую пазочку. О, кстати, я буду бегать вот здесь. Здесь же точно так же будет закидывать наверх, как на других версиях. Йоу, камней начало падать. Пельмешки, пельмешки, которые мы можем продать, правильно? Если я не ошибаюсь. Да, у меня почему-то были какие-то пельмешки привязаны. А, тут нету такого. О, а, на 1.3.6 нету такого, да? Короче, там же это, на 1.4.6 вот сюда подойдите. Вас тэпнет вот сюда наверх. Вас тэпнет сюда наверх. ПВО упало. Это с сундуков ПВО упало? Или он просто скрафтил? И как? Или как это работает? А тут луд не написано, да? Здесь просто яйца написано, да? Которые даются. Эх. Но, с другой стороны, если вспоминать, да, потом отсюда, короче, тэпают вот сюда. Бежишь вот сюда, и потом оттуда тэпают сюда вверх. Это, по-моему... О, еще одна восьмая рубинка упала. Ля, падает. Просто фишка в том, что на ядре... О-о-о-о! Ох, нифига себе. Нифига себе. Че за питомчик? Питомчик? Питомчикчик? Ну-ка, погнали чекать. Че-то он вроде прикольный. Питомчик, да, это не полет. И там вот цены снежный вихрь уже продают. То есть, это не супер там прям рарка-рарка-рарная. Но, блин, ну-ка. Инкубация питомца. Растить. Ну-ка. Как он выглядит вообще, этот новый питомчик? А, у меня нету и этот для питомцев. Сейчас мы освободим. Значит, я вытащил громовую кошку. И давайте вот теперь снежный вихрь вместо этого закинем себе, запульнем. А я только сегодня инвентарь весь почистил, но продавал. О-о-о. О-о-о. Блин, прикольный Петик. А он качается? Он качается, надеюсь? Требования к уровню? Да, надеюсь, он до 11 разгоняется. Он пока, естественно, пока еще это. Мы сейчас корм закинем ему 5 штучек. Пусть быстрее, чтобы прокачиваются. Плюс у меня трактат есть, так что он голодать у меня не будет. Ой. Ну, прикольный Пет. Прикольный. Вот это кайф. Я бы, кстати, его себе оставил. А громовую кошку бы продал. О-па, платиновый идол. Сюда. Так вот, я еще восстановился. То, что там квест. Седьмой рубиновый. Ну, хоть не... Спасибо, что... А, два топазовых мне уже упало. Великолепно. Изумрудный. Еще лучше. Я вообще... Вон, скота, когда открывал, я изумрудки. И топазки просто в ней послил. Это вообще, конечно... Так вот, насчет того квеста, где вот там подпрыгивают. Просто ядро-то на 1.4.6 выше, чем на... В целом, да? Чем в версии 1.4.6. Там ядро чуть ли не 1.5 с чем-то плюс. И, соответственно, там я помню, что на вот версии выше там были дейлики. В ГИ как раз там где-то надо было что-то подпрыгнуть, подбегать. О, меня здесь не салют случайно. Здесь люди пвпшутся. Я так мимо чисто пробегу. Без палево. Сейчас проверим. Проверим варкланы на реакцию, так сказать. Ну, можно меня в целом слить. У меня уже друидик. Друидик потихонечку упаковался. Думаю, чем здесь дальше позаниматься. Думаю, может быть, упороться реально в ячейки. Сделать все ячейки. Либо бежи-бежи покрутить себе на двенашку тоже. Вот я буду орать, если я вот здесь не особо, да, играю сейчас в последнее время. За что у меня инсанити. И прикиньте, я выбью здесь минус 12%. Вот просто я выбью здесь 12% вместо того, чтобы выбить на 1,4,6. Я вот думаю, из-за этого стоит ли крутить здесь или не стоит ли крутить здесь. В плане точки онли мирозданки. Онли мирозданки. Мирозданки здесь просто имба. Ну, 12 мирозданками. Круг 7, 8 мирозданками. Шлем вообще за 300 мирозданок. С нуля просто до 8 залетел. Ну, остальное уже не так, конечно, не так хорошо. Но в целом тоже точится неплохо. То есть даже у меня кольца плюс 7. То есть в целом такой средний... Ну, чуть ниже хаев, наверное, да. Тут вот, кстати, с охоты. Я же охоту рашил здесь как раз на 1,3,6. Три десятых шарика вытащил. Вот в остальном... Ой, десятых. Ну, вы поняли. Десятых рубинки. В остальном везде восьмые и девятые стоят. Ну, и вот так вот. Вот так. Ну, в целом друид прям играбельный. Играбельный. Да, я ходил на ГВГ. Там где-то уже живет. Ну, то есть вспоминает то, что там было до этого. Топазовый восьмой. Ну, я не знаю, что с этими топазовыми делать. Они просто мертвым грузом лезят. Вот мне самое удивительное. Вот что за пауки? На 1,4,6 и пауки. Что они делают? Это реально по какому-то марафону надо, типа, этих пауков убивать? Или что? Вот просто пауки ходят какие-то. Ну, наверное, по какому-то марафону. Реально напоминает это самое. Как знаете, вот мне Аня говорил, что, типа, Гарри Поттера смотришь, типа, следуй за пауками, типа, куда они проведут. Но они что-то ходят очень странно. Очень странно ходят. Причем их таргет даже нельзя взять. Их нельзя табнуть. Вот в чем фишка? Что за паучки такие интересные? Ну, а возможно, это по какому-то дню марафона. Я сегодня еще марик не делал. Я сделал уже три дня марика. На 1,3,6 я не буду делать марик. В целом, мирозданки топ. Ради десятого шара. Ну, на 1,4,6 очевидно, что ты там за 60 дней вытаскиваешь. Сколько вытаскиваешь? Одиннадцатый шарик за 60 дней. Это же супер вообще. Это вообще супер. Сколько он стоит? Два лярда? То есть ты условно в день поднимаешь. Ну, там, два лярда делим на 60. На 60. Это получается, если делим на 10. Это получается 20 чеков. И надо еще на 6 поделить, да? 20 чеков поделить на 6. Что, 30 лямов где-то, да? Ты в день поднимаешь просто. Карточка волшебная. Волшебная. Ну, лямчик, лямчик падает здесь. Понятное дело, что это сундуки не... Ну, тут просто экономика совсем другая, да? 1.36, 1.46. Вот, все-таки мне как ближе... Мне нравится 1.36, но... Вот я думал насчет, если вдруг 1.36 новое выкатываю, да. Че делать? Че делать? Че делать? Понятно, что я пойду играть. А клан? А шо с кланом? А че как? А вообще... Опа. А это что-то прям хайповое или это не хайповое? Я знаю, что это узкая... Даля ускора. Вопрос в цене. Ну-ка, вопрос в цене. Вопрос в цене. Пишут, что подкручено. То есть ты хочешь сказать, что там реально... Жемчужина. Фуси. 37 миллионов. 37 миллионов. А у меня ускор... Ну, у меня 3.3 полет. Я изначально 3.3 полет покупал. Я так понимаю, ускорить до 3.3, правильно? То есть раньше... Вообще изначально, блин, на 1.3.6 были полеты, что ты сам типа... А, о, о, о. Арагог. О, о, о. О, гигантский павук. Арагог. Арагог. Подожди. А, это реально с Гарри Поттера же? Не? Арагог же. Это же точно не зластелин и колец. Паук мелкий, гигантский. Следуйте за пауками. О, походу, это реально эта штука. Я что-то не доходил здесь именно до... На 1.4.6. Я добегал до сюда, но я не видел ни Арагогов, ни... Ооо. Ооо, пауки. Пауки, пауки, пауки. Прикольно, прикольно. Слушай, они там что-то ходят. Значит, это так и задумано было, да. Янтарка восьмая падает. Нормально этот лутик, она падала. Вопрос это все продать. Десятая зато... Ооо, они пиарят теперь десятую рубинку в мерчат. Красавцы, кстати, сделали пиар десятых камней в мерчат. Это кайфово. Это хайпово, потому что, ну, камни рили, десятые очень дорого стоят. Хотя, я так понимаю, и сам крафт тогда должен пиарить, правильно? То есть, если ты складываешь эту всю историю, то тебя тоже будет пиарить в мерчат. Знаете, как красные глаза на 1.4.6 ты пиаришь, и все. Ну, соответственно, 37 лямов, плюс, ну, восьмые камни в соу-соу. Седьмой дешевле намного в разы, конечно. Платиновый амулет. А вот платиновый амулет, интересно, здесь что-то стоит? Мне кажется, аму... Платиновый амулет. Не, у меня что-то нет, в общем. База у меня что-то как-то некорректно работает. В целом, здесь голда стоит... О, крокотряд. What the fuck? Еще один пет! Еще один питомец. Ну, КГ, погнали. Сейчас еще два сундука открою, пойду посмотрю, что за питомец. И теперь надо выбрать, да? Какой питомец круче, короче. Правильно? Камень бессмертных. Все, понятно. Лутаем мы 5 золотых яиц. 63. Голда здесь стоит 200к. Также до сих пор. Вот 200к она стоит прям ровно, четко. 200к, все, выше 200к не идет. Уже сколько времени прошло. Так, теперь что мы делаем? Мы, наверное, восстановим какого-то кролика, например, да? Восстановим кролика, ибо он мне, наверное, не нужен. И попробуем посмотреть, что за второй питомец здесь. Я так понимаю, здесь два питомца, да? Или больше? Если два, то я утонул всех. Ачивочка за сундучки, за 100 сундучков есть. Let's go. Инкубация питомца. Чекаем. Что за петик второй? Выбираем. Так, запоминаем. Вот этот как выглядит. И... Ха-ха-ха! Блин, ну мне... Вот мне, знаете, в таких питомцах не нравятся вот эти вот скриптованные чубрики. Да, они типа прикольные, но... Не знаю. А если бы она сама по отдельности была, мне кажется, она бы прикольная была. Но в целом... Да, был еще волк, за которым тоже маленькие волчонки такие бегают. Ну, выбирать между этим и снежным вихрем. Ну, он прикольно выглядит. Но мне не нравятся вот эти боковушки. Поэтому, конечно, 100% в снежном вихре вообще такой лапочка просто пушечка. Я думаю, я оставлю его себе. Оставлю сейчас его на прокачку здесь. Тачку на прокачку оставлю. Вот. Поэтому такой вот лутик. В целом упала жемчужина. Понятное дело, что... 150 какао словных там я здесь не выбил, наверное. Хотя... Хотя... Черт его знает. Камни восьмые, восьмые камни, яйца. И все такое. Но без рарок. Но, как говорится, не всегда же падать рарком. Поэтому мы не расстраиваемся. Лудоманию свою немножечко... Угомонили. Поэтому... В целом... Пойди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok